Эхо событий на Майдане сокрушительной волной прокатилось по Донбассу, затронуло Россию, страны Европы и слышим мы его до сих пор. И сейчас, год спустя, журналисты, политики, эксперты пытаются переосмыслить, что же случилось в те февральские дни в Киеве, как это произошло и почему тогдашняя власть допустила. Ответственно последний вопрос и еще на много принципиальных и сложных канун годовщины Евромайдана дал бывший президент Украины Виктор Янукович в интервью нашему корреспонденту. Мне кажется, никакая власть, никакая власть не стоит тех потерь, которые получила Украина после этих событий 21-22 февраля 2014 года. Страна сегодня разрушена, территориальные потери, людские жертвы, разрушены целые регионы. И беззаконие и несправедливость, которая сегодня царит по отношению к людям в Украине, это тот результат, который получила эта власть после этих событий. Конечно, я не хотел быть сторонним наблюдателем этих всех событий. Конечно, у меня болела душа, были бессонные ночи, страшные переживания и горечь от той несправедливости и глупости и преступлений, которые были в Украине по отношению к моей родине и к украинскому народу. Но у меня не было возможности вернуться. Я не скрою, я посылал людей в Украину, которые, как говорят, ситуацию мониторили. Да и сейчас мы ее мониторим. Я не скрою этого, что у меня не выходила эта мысль из головы вернуться и возглавить вначале протестное движение, а потом уже и принять какое-то участие в защите тех людей, которые попали в эту ситуацию. Но все, кто принимал участие, приходили к однозначному мнению. Если только я появлюсь, наши бывшие оппоненты, а сейчас уже враги, не только мои, я считаю, вообще украинского народа, они сделают все, чтобы меня уничтожить. И категорически были против мои все соратники, чтобы я ехал на Украину. Значит, меня отговаривали от этих вопросов. И события развивались очень стремительно. И, как говорят, найти вот это окно не получалось. Я сожалею, что я не смог этого сделать. Но, как говорят, Господь Бог оставил мне жизнь. Наверное, для чего-то я нужен. И если говорить о сегодняшнем дне и о дальнейшем, как только у меня предоставится такая возможность вернуться, я вернусь. И сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить жизнь в Украине. А сегодня, конечно, главная задача – остановить войну. Субтитры создавал DimaTorzok